Медведи-лев. Напившись медовухи, злой медведь пришел ко льву и лезет прямо к трону. Встал на дыбы. И ну давай реветь. Мол, я тут царь зверей. Давай сюда корону. Ты кто вообще? Я больше раза в три. Такую лапу не видал ты сроду. Ты на клыки, на когти посмотри. Да я вас всех имел. Всю львиную породу. У нас в тайге меня боятся все. От волка до последнего зайчишки. Вот я перед тобой во всей тросе. Дрожи, гривастый лох. Вот тут тебе и крышка. Лев выслушал, насупив строго бровь, припал к земле, готовый к страшной битве, и рыкнул так, что в жилах стыла кровь, и когти выпустил, опасные как бритвы. Медведь от страха аж к земле прирос. Он паникует, если напугают. Недаром неожиданный понос медвежьей истори болезнью называют. Привык медведь, что все пред ним дрожат, и не решается никто на драку, а тут отпор. И он бежит назад, явивши на позор обдристанную сраку. Мораль понятна и дебилу. Не стоит уповать лишь на размер и силу. Если яйца крепкие иметь, перед тобою обосрется и медведь.